Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Дмитрий Ильич Потапенко, известный общественный деятель, политик, предприниматель. Здравствуйте, Дмитрий Ильич. Добрый день. Также хочу сказать, что в соответствии с российским законодательством Дмитрий Ильич Потапенко признан иностранным агентом. Еще раз напоминаю, что позиция мысли ведущего никак не влияет на уважаемого гостя Дмитрий Ильич Потапенко имеет собственные мысли, они бесценны. Видите, Дмитрий Ильич, я каждый раз пытаюсь все-таки какие-то вариации на тему российского законодательства придумать. Да, это непросто, поверьте мне, да, это согласен. Ну что ж, Дмитрий Ильич, давайте с вами пройдемся по нескольким темам и начнем, конечно, с Грузии. Вот результаты парламентских выборов, позиция президента Зорубишвили, которая сегодня пришла на оппозиционный митинг и объявила о непризнании результата выборов. Ну, понятно, что Зорубишвили, будучи гражданкой Франции, она себе делает биографию, она понимает, не останется на поступок президента, но с такой биографией точно возьмут на хорошие позиции в Брюсселе, куда лично госпожа Зорубишвили давно уже евроинтегрировалась. А что вот будет с Грузией? К Ваваде с Грузией, да, вот куда идет Грузия? Как вы считаете? Ну, смотрите, вообще, конечно, свойства небольших государств всегда очень непростые. Мы это неоднократно с вами обсуждали. Украина, по тому примеру, и Армения, ну и прочее, и прочее, особенно когда у тебя есть большие сателлиты в виде империи, которые, в общем, могут напрямую как-то там и не иметь каких-то территориальных претензий, но в целом все равно влияние будет в виде политики, экономики, ну и так далее. И если говорить про Грузию, то у нее самая непростая ситуация именно по причине того, что, конечно, соседом является Россия, вектор, условно говоря, западный выбирать можно, но сложно. Причина весьма прозаична, потому что, условно, весь запад очень-очень сильно далеко. И если, например, сравнивать с тем же Казахстаном, у которого есть вариация, скажем так, поиграться в слуга двух господ между Россией и, соответственно, Китаем, то у Грузии подобного рода, соответственно, выбора не очень много. И то, что делается сейчас в Грузии, я так понимаю, что, в общем, осознавая, поскольку там есть... Мы не только говорим про народ, мы говорим, конечно, про экономический истеблишмент. Экономический истеблишмент выбирает, в общем, банально с кем ближе. И я думаю, что несмотря на то, что оппозиция там сейчас постарается каким-то образом ситуацию покачать, но как-то экономика всегда во первых строках, а политика уже во вторых строках. Поэтому я думаю, что Грузия будет попадать в сателлиты России. Другое дело, хорошо ли это для нее или плохо. И вот здесь как раз очень непростой выбор, потому что маловероятно, что Россия, понимая в том числе и подобного рода выбор, предъявит куда больше претензий, чем просто на некое лайтовое политическое влияние. Я думаю, что влияние России и в экономике, и во всех остальных сферах будет существенно расширяться. Дмитрий Ильич, мы с вами пишем, слава Богу, уже так долго интервью, что в наших глазах происходят удивительные вещи, когда люди вполне устроенные, благополучные, богатые, они принимают в многом нерациональные поступки. Ну вот Евгений Викторович Пригожин, все у него было и уважение, и деньги, и собственная армия, и доступ к первому лицу государства. Ну все, вот решил пойти не по чину, и ряд его действий привел к концу Евгения Викторовича. Евгений Викторович уже смотрит с небес на нас. Дальше можно вспомнить еще, скажем, ряд примеров, того же Бориса Бронича Березовского и так далее, и так далее, которого все было и все потерял. Вот скажите мне, зачем нужно было, уважаемому Бензини Ванишвили, и в целом грузинской мечте идти на это внутреннее обострение, когда по большому счету все в руках было у грузинской мечты, и можно было точно так же налаживать спокойные отношения с Россией, как они и делали, потому что россияне покупают в Грузии недвижимость, россияне инвестируют деньги, россияне туда ездят. Зачем нужно было показательно хлопнуть дверью в адрес Москвы, в адрес Брюсселя? Да, честно говоря, вот абсолютно верно подмечено, что, в общем, все то же самое, о чем я говорил выше, можно было делать без какого-то большего такого эскалации напряженности. Насколько я вижу и понимаю, поскольку, как вы помните, в общем-то, я хранял в свое время господина Иванишвили, когда он был, правда, президентом банка российский кредит, это было очень давно, конечно, с тех пор его истеблишмент существенно поменялся. Не знаю, мои коллеги, если организуют мастер-класс в Грузии, тогда я более подробно встречусь с бизнес-кругами. Соответственно, смогу больше как-то рассказать в этом контексте, потому что сейчас я только общаюсь различными способами связи, а это все, как говорится, не то. Но по головокружению это успех. Про Евгения Викторовича было совершенно корректно сказано. Потому что я каждый раз, у меня же младшая дочь любит периодически послушать сказку о рыбаке и рыбке, и я понимаю, что старуха – это такой праурборос, который только есть маленькое но. Сказка заканчивается достаточно счастливо. Они оказываются на той же точке, от которой ушли, то есть у разбитого корыта. А вот про Евгения Викторовича, сказка Пушкина заканчивается в действительности со счастливым концом, а конец-то на самом деле в реальной жизни совсем не счастливый. Я боюсь, что здесь будет точно такой же конец. А вот, Дмитрий Валерьевич, вы общаетесь с очень многими успешными, влиятельными людьми в России, за пределами России. Вот вы понимаете эту химию? Да. Тут важно же чувствовать грань. То есть, с одной стороны, если ты не рискуешь, то ты не пьешь шампанского, но если рискнешь, можешь упасть с обрыва. Вот где-то грань. Я могу сказать, что на каком-то моменте отключаются тормоза. Причем этот момент, он такой самовоспроизводящийся. Немножко такой будет занудный такой экскурс. Практически во всех, условно говоря, того, кого вы можете назвать олигархами, у них, они, во-первых, называют его, называют окружение первым. Точно так же, как в государственной власти российской. Всегда есть офис первого. Всегда есть аппарат президента или еще что-то. Они прямо вот копируют до запятой. Некоторые там раскануты у нас на посиделках с Яном Артом, как Герман Оскарич, ему ждут, у него отдельный лифт. То есть, они отгораживаются настолько от... Не то чтобы от народа. Не в народе дело. Они отгораживают от реальности. Они начинают жить в бумажном мире. Собственно говоря, про всю элиту нонешнюю управленческой власти России я могу сказать абсолютно то же самое. И этот момент, кстати, не сильно, скажем так, по деньгам высок. Зачастую офис первого возникает на оборотах реально миллионов десять долларов. Это не ахте какие деньги. Вот это желание копировать охрана, которая тебе нафиг не упирается, потому что тебе кому-то нафиг уперся. Вот это убык, которые с тобой ходят, захотят тебя вольнуть, взорвут и все на этом закончится. Секретари, которые у тебя там круглосуточно работают и любые разговоры про то, что нужно все делегировать. Я вот особенно это смотрю на всяких тренингах и мастер-классах, что типа надо все делегировать, не надо ничего делать. И у топ-менеджмента, даже я в многих организациях прямо отлавливаю, когда я, например, говорил, что вы знаете, я вот там билеты могу себе спокойно заказать. Мне говорят, ну ты же можешь за это время много чего сделать. Я говорю, могу. Но если у меня есть время, то я спокойно, как говорится, заказываю себе билеты. И не гнушаюсь доехать на общественном транспорте именно по причине того, что, как говорится, не терять на нить жизни. Я тебе могу сказать, что вот эта потеря реальности и уход вот в эти огонь, вода и медные трубы, вторая еще заказка, которую я бы сегодня применил, она вот в медные трубы практически никто не проходит. Давайте поговорим с вами немножко о большевизме. Сергей Филатов, на непокойный, к сожалению, руководитель администрации президента Ельцина, он в своих мемуарах описал, что нашим широтам свойственен большевизм. Я об этом сегодня вспомнил. Я с украинского переведу короткий пост Виталия Эдуардовича Портникова. Если Европа не проявит политической воли, а Украина и Молдова не проявят решимости в искоренении коррупционного наследия и уменьшения влияния, в скобках, совкового населения, обе соседние страны на десятилетия застрянут в некомфортной серой зоне с перспективой возвращения под российское влияние. Вот, Дмитрий Валерьевич, почему сторонники, скажем, европейского либерализма, это, как правило, вот заядлые большевики? То есть, если интерпретировать Слава Виталия Эдуардовича, он попросту по-большевицки предлагает, значит, плевать на, скажем, тех, кого он считает совковым населением и ехать в светлое европейское либеральное будущее. То есть, вместо того, чтобы проводить очень важную, тонкую работу по социальной организации, социальному единению, он предлагает Украине и Молдове, но просто отвернуться от совкового населения. Причем совковым населением, как я понимаю, подпадают все, кто не согласен с Виталием Эдуардовичем. И самое интересное, что в молдавском дискурсе я слышу то же самое, когда говорят, что голосовали за Стойногу, только тех, которым заплатила Москва. А иначе бы они не пришли на выборы. Да и вообще, чего пришли на выборы? Более того, там договорились до того, что ГГУ с ним может быть президентом Молдова. Ну, то есть, стали заниматься ксенофобией. Объясните мне, Дмитрий Валерьевич, почему европейскому либерализму, просвещенному, хай-тековскому, которое и вы любите, и я люблю. Свойственно, такой большевизм. Ты знаешь, для того, чтобы называть их либералами, тем более просвещенными либералами, как-то я в свое время, вот эта фраза мне запала, что как стать таким умным, нужно всего лишь закончить три университета. С одной ремаркой, что первый университет должен закончить твой дед, второй твой отец, а третий закончить должен ты. Ведь когда создавались вот эти рода, в этом был большой-большой смысл. А почему очень важно создавать генеалогическое древо свое? Потому что, собственно говоря, в чем проблема переворота 1917 года. Он вырезал, фактически он разрушил вот эти древовидные структуры, которые медленно, но верно клонировались, переплетались, создавали вот ту самую элиту. Разную элиту, не надо тут каких-то иллюзий, что она прямо там была, вся прямо просвещена. Но вот когда ты задаешь вопрос про либералов, или условно просвещенных либералов, их надо задать вопрос, а кто был твой дед? И вот если они, нынешние либералы, смогут воспитать внуков, подчеркиваю, не детей, а внуков, либералами, вот тогда мы с тобой сможем поговорить о либерализме. А сейчас мы говорим о классической системе, как говорится, условной ливизны, где отобрать, поделить. Вот сегодня в очередной раз перечитывал Стругацких, трудно быть Богом, и понимаю, что вот это желание словить эту частицу Бога, оно прямо неизбывно. Причем это не зависит от того, как и неприятие чужой точки зрения. Прямо мы знаем, как правильно, и главное, дайте нам дубинку, чтобы мы правильно над этой дубинкой огрели того, кто думает неправильно. Знаете, в английском есть такое слово «эксепшенализм», «исключительность». Вот этому европейскому либеральному подходу, да в целом либеральному, так сказать, западному подходу, вот свойственна какая-то исключительность. Опять же, которая, на мой взгляд, очень губительна в отношении к самому проекту интеграционному европейскому, который я лично всегда им восхищался и считал, что это вообще очень хорошая история. До того момента, когда он просто не показал свое либеральное лицо. Вот посмотрим на Азербайджан с вами. Вот случилась Азербайджано-армянская война, Первая Карабахская, Азербайджан ее проиграл. И, понятно, он проиграл в том числе, потому что Россия поддерживала Армению. Но исторически советские элиты поддерживали Армению. Более того, передавали даже азербайджанские земли тот же Зангизор Армении. И Азербайджан сделал определенные выводы и создал некий эффективный государственный проект, который, на самом деле, очень самостоятельный по отношению ко всем акторам. Почему то, что получилось у Азербайджана, не получилось сделать ни Молдове, ни Грузии? И сложно дается Украине. Мне кажется, что здесь, ну, все-таки у Азербайджана, мне кажется, есть еще очень великое только контактов с Турцией. И, ну, помимо каких-то там родственных историй, мне кажется, что в этом очень была какая-то сила самоопределения. То есть, она все равно подпитывалась... Ну, поддержка, например, Армении, России, Россия поддерживала, ну, вот, постольку поскольку. Она больше была... Она ленивой поддержкой, вот я бы сказал бы. Взаимодействие Турции и Азербайджана, на мой взгляд, носит ментальный идеологический характер. И за счет... Даже несмотря на то, что там Турция напрямую могла и не давать каких-то активных, там, больших денег или там вооруженных сил, но именно вот то, что ты понимаешь, что за спиной у тебя стоит вековая история, мне кажется, и дало такой вот важный толчок. Дмитрий Валерьевич, вот если, скажем, мы говорим о судьбе Молдовы, судьбе Грузии, я обсуждал с одним из азербайджанских политологов, он сказал примерно следующее, что Европа, скажем, попыталась, ну, вот, профинансировать и попыталась помочь инсталлировать в Грузии, в Молдове, в Украине такой вот прогрессивный, либеральный, западно-ориентированный проект, при этом не предложила под этот проект гарантии безопасности. Но в этом же есть определенная логика, да, потому что подобный проект, он автоматически предполагал полный разрыв с, ну, Россией, так, и было понятно, что рано или поздно это спровоцирует какой-то очень крупный конфликт в силу многих исторических причин. Вот вы согласны с этим тезисом? Ну, если в том числе и там Украина, Молдова выбирала свой путь, она должна была изначально, в общем-то, в том числе и ты как в песне, ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь-прочь от меня, что находясь под брюшью сателлита, крупного такой имперского сателлита, в любую секунду этот конфликт бы возник, и он вылился в то, что мы видим и в Украине в конфликте, и в Приднестровье, Молдове. Поэтому здесь комплекс причин. ЕС, это же чиновники, которые постоянно меняются. А в Украине тоже не было, как мне кажется, не было такой преемственности власти, которая могла бы последовательно передавать какой-то тоже какой-то стратегический план, то есть какую Украину мы видим. И поскольку не было этого стратегического плана, то все шло очень ситуативно, ну и пришло вот к тому, к той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем, с потерей территории, с очень непонятной формулой демаркационного соглашения. Ну и, в общем, не очень понятно, опять-таки, какая будет политическое устройство Украины в будущем. Дмитрий Валерьевич, вот мы сейчас видим, вот то, что, объективно говоря, в Грузии и Молдове, так, это усиление, скажем так, антиевроатлантических тенденций. Ну, можно как угодно сопротивляться и не соглашаться с этим, но на самом деле это правда. И этот тренд почувствовала в какой-то степени, может быть, и грузинская мечта. И, наверное, как раз это частично ответ на тот вопрос, который он в начале этого интервью и задал, почему поменялось поведение грузинской мечты. Не кажется ли вам, что вот это российско-украинское противостояние в последних нескольких лет повлияло на общественное настроение в Молдове, Грузии, где люди, откровенно говоря, только бы не было войны, просто наблюдая за поведением Запада? Конечно, однозначно, потому что, в общем, поскольку мы с тобой это определили изначально, сколько наши встреч продолжались, что, в общем, формат ООН, НАТО и всего остального, я их называю, и по-прежнему буду называть сопляжуйский, поэтому шансов на то, что без какой-то существенной реформации этих институций в область защитного блока, а не просто как бы тусовки, но все больше и больше даже членов этих организаций будут понимать, что рассчитывать они могут только на себя, а не на какую-то коллективную безопасность. А это плохо. Дмитрий Ульянович, если вы помните, в начале наших программ мы с вами проговаривали о том, что все, вот мем такой есть, все неоднозначно, да, применительно к тому, что есть разные люди, вот в том числе внутри российского, скажем так, внутри российской элитной группы. Я почему об этом вспомнил? Вот сейчас внутри российской эмиграции мы увидели, что, скажем, те люди, которые боролись с коррупцией, боролись, с правонарушениями, которые они видели в России на протяжении 20 лет, они сами оказались коррупционерами. Вот возьмем ФБК Алексея Навального. Вот это вот их ответ Максиму Кацу на расследование Максима Каца по поводу господина Железняка, господина Леонтьева и про бизнес-банка, расследование Сергея Алексашенко, Заякина. То есть они абсолютно, ну, скажем, неопровержимо доказывают, что коррупционная составляющая со стороны ФБК, она здесь определенно была, потому что ФБК оказывали политическую крышу фактически вот этой вот группе. И даже сейчас своим фильмом они продолжили оказывать вот эту политическую крышу. Вот как вы считаете, это конец для ФБК, да? Вот они уже не отмоются от этого? Ну, в моем отношении, так называемая российская оппозиция достаточно давно определено. Оппозиция она не является, потому что оппозиция – это те, кто борются за власть. Это обычные средства массовой информации, которые борются, ну, или медиахолдинги, которые очень давно борются просто за какую-то свою нишу, за свою целевую аудиторию. Все остальное, конец лета – нет, ну, как медийный проект они будут существовать. Абсолютно все, кто поуехали, или даже те, кто поостались, я это уже сказал, что приблизительно года три, как минимум с половиной, а то и четыре, инструмент влияния на власть через так называемые политические партии давно утрачен. Это еще было на тот момент, когда меня снимали с так называемых выборов, потому что потом годы через год я уже понял, что подход к… ну, если условно говоря, почему вы покупали таких людей, как меня, и я даже был претендентом, кандидат в президенты, потому что еще тогда присутствовал такой, ну, я бы это назвал такой подход, а можно всех бледей посмотреть. И тогда, в общем-то, во власти, в том числе в АПшке, еще как-то развлекались тем, а давайте мы посмотрим. Мы понимаем, что они там не выберут, ну, вот давайте мы там потрофим условно какими-то группами, выявляем. Особенно это я любил как-то, это еще было наследие Владислава Юрьевича Суркова. Потом это уже все закончилось. Приблизительно вот за год то, чего не понял Алексей Анатольевич, когда возвращался, я это тоже еще когда он был жив, я говорил о том, что за год до его возвращения произошла перезагрузка матрицы, а не власть перестала заигрывать. И это очень хорошо видно, что абсолютно все политическое поле, даже потенциально, которое есть внутри самой власти, просто не то, что зачищается, оно старается сделаться нейтральным именно для того, чтобы власть понимает, что у них самое большое напряжение, как в металле внутри них самих. Они стараются сделать так, чтобы это напряжение просто никуда не вылилось. Дмитрий Валерьевич, остаются все равно некоторые люди, которые продолжают рассказывать про перспективы дезинтеграции России, но чем дальше, тем больше... Мы их можем послушать, я с тобой согласен. Да, тем больше вот эти люди, они все выглядят все больше комично, все более комичнее, так? Особенно их комичность, она проявляется вот в недавнем саммите БРИКС, который прошел в Казани. Вот я обратил внимание на то, что, значит, господин Миниханов, глава Казани, он на минуточку встречал всех лидеров, участников саммита БРИКС, он вручал награды, он проводил двустронние встречи, то есть ему было оказано всяческое уважение со стороны Кремля, то есть его выставили полноценным игроком, полноценным субъектом федерации со своими правами, то есть дали понять, что не только вот есть Рамзан Кадыров со своими правами, со своим статусом, но есть и руководитель Татарстана, господин Миниханов, у которого тоже у Татарстана очень сложное отношение с Российской Федерацией, если мы вернемся к Шемиловой, начало 90-х годов. Вот согласны ли вы с этим, что, скажем, здесь для Москвы было важно показать вот этот особый статус субъекта федерации Татарстана, и в том числе с оглядкой на тюркское происхождение Татарстана и будущее участие России в тюркском проекте интеграционном? На мой взгляд, было очень важно показать, поскольку я напомню, что Адаму Кадырову практически все, включая Миниханову вручили ордена, российская власть осознает, что она с каждым годом становится все больше и больше зависима от религиозных лидеров исламистских, и поэтому Аушмениханов как мастодонт, скажем честно, то есть его никто никогда не списывал, не скидывал со счетов, и в общем-то Татарстан всегда был, и на мой взгляд, до окончания урока Миниханова останется в статусе, в общем-то, республики, ключевой республики Российской Федерации, поэтому все абсолютно логично, как бы вот эта цепочка Кадыров, Миниханов, ну и во все остальные закавказские республики с привязкой опять-таки Калиеву и Эрдогану, абсолютно логично. Из завершения, Дмитрий Ильич, я вас хочу спросить о следующем, как о предпринимателя, я обратил внимание, опять же, один из эффективных критерий, то есть критерий эффективности государства, это критерий собираемости налогов, и вот были несколько резонансных дел в России, это дело, значит, Блиновское, еще несколько дел, которые касались так называемого дробления, то есть минимизации налогообложения через использование ИП, патентов и прочая-прочая история. И российская власть, как ни странно, да, за последние несколько лет, она не только провела клиринг банков, так, то есть вывела неблагополучные банки с рынка, но и увеличила собираемость налогов, то есть максимально закрыла пути к дроблению, это дробление очень жестко преследуется, то есть согласны ли вы с тем, то есть правильно ли я вижу, вот вы как человек, который находится в процессе, что в общем и целом удалось добиться, скажем так, повышения даже не налогов, а повышения качества собираемости налогов? Ну, все, что касается администрирования административной системы в Российской Федерации, это даже не меня надо спрашивать, она на одном из, ну, по-моему, мы входим в десятку стран, в которых административная система признана одной из лучших, потому что с точки зрения прозрачности, которую можно добиться в Российской Федерации, ну, она, я оцениваю, больше 80%, это точно. Поэтому уж собираемость налогов, ну, поскольку я входил в аппарат омбудсмена, то я могу сказать, что, ну, дела Блиновской мы видели, и большую часть всех дел, которые вот подобного рода были на слуху, ну, могу сказать, что как-то нанимайте финансовых директоров, а не бухгалтеров, не своих родственников, и привлекайте серьезных специалистов, потому что то, как занимаются оптимизацией налогов, это называется агрессивная оптимизация налогов, причем глупая, когда ты просто наполняешь один кувшинчик, потом регистрируешь второй кувшинчик, а из этих кувшинчиков потом выводишь все эти деньги и покупаешь мужу какие-то предприятия, ну, хочется сказать, но так тупо-то не надо. То есть правильно я понимаю, что здесь мы как бы видим повторение кейса условного а-ля ЮКОС, когда был выбран конкретно на компанию, чтобы другим показать резкое изменение правил игры, так, либо какой-то один предприниматель, как посадка гусинского, например, да, вот так же... Ну, там группа, группа, я бы сказал бы группа, потому что там же есть и все остальные, там это все выдается, там инфо-цыганство, но группа предпринимателей, у которых присутствовало дробление, они, в общем, попали под раздачу. Чтобы другим неповадно было? Ну, чтобы как-то, ребят, там дело настолько прозрачное было, что у нас есть еще один такой аспект предподдробления попадающий, это франшиза. С франшизой точно такая же, это следующая итерация, которая... И использование самозанятых. Так что это следующая итерация уголовных дел. Которая предстоит? Да, конечно, да. Я думаю, что год 25-й как раз мы это увидим. Дмитрий Валерьевич, спасибо вам большое за это интервью. Друзья, с нами был Дмитрий Валерьевич Потапенко, известный общественный деятель, политико-предприниматель. Напомню, что Дмитрий Валерьевич Потапенко в соответствии с российским законодательством признан иностранным агентом. Спасибо большое, Дмитрий Валерьевич, и до новых встреч. Огромное спасибо за интервью. До встречи. Дмитрий Валерьевич, и до новых встреч.